Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. 1 июля совсем уже не за горами, и речь пойдет не о том, о чем все сейчас подумали. Речь пойдет не о голосовании, а о другом не менее важном моменте, на мой взгляд, очень важном моменте для нашего государства, об изменениях в работе бизнеса. А бизнес, как мы много раз говорили, это вообще основы хребет государства, люди, которые платят налоги, благодаря которым наше любимое государство процветает. Как, по крайней мере, нас уверяют. Поэтому важнейшее событие произойдет, начнет действовать новый налоговый режим для самозанятых. Соответственно, решение введено региональным законом, и таким образом скоро и наша Тверская область присоединится к этому эксперименту, который уже проводился в ряде регионов нашей страны. И теперь, наконец, и тверские предприниматели, которые пока не зарегистрированы, те самые люди, которые пекут торты, которые ногти пилят, которые стригут кого-то и так далее и тому подобное, вот эти все люди могут легализоваться и законно уже работать, не боясь того, что к ним, позвонив по объявлению, запишутся на выпечку торта, а придут люди в красивой форме, с красивой погодой, скажут, что вы нарушаете закон. Нет. Теперь у вас всех есть возможность легализоваться, и об этом мы сегодня и поговорим. Вы можете нам звонить в телефону 300-190, задавать вопросы, у нас гости, что называется, из прямых уст вы услышите все ответы, поэтому звоните 300-190, если вы занимаете бизнесом, если вы только подумаете, начать что-то делать на дому или еще где-то, и вот у вас есть прекрасная возможность спросить у этих людей. И сейчас хочу вам представить этих людей. Итак, это руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Тверской области Александр Евгеньевич Белишев. Добрый день. Добрый день. У нас он не в форме, но тем не менее, поверьте, это он. Это Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Добрый день. Владислав Шориков, наш тоже постоянный гость наших эфиров, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Добрый день. И к нам вот должен присоединиться, вот мне показывают даже замечательные мои коллеги, что может уже присоединиться, вот еще один гость нашего эфира, это Михаил Окороков, генеральный директор венчурного фонда Тверской области, координатор проекта «Мой бизнес». Михаил, пожалуйста, вот сюда. Да, видите, у нас прямой эфир. Ну, пятница, пробки, раскаленный город. Михаил мчался, он звонил нам, что я еду, вот он примчался. Так что, как видите, у нас операция чистые руки, прямой эфир, поэтому звоните и спрашивайте. Звоните, задавайте вопросы. Уникальный момент. У меня просто тоже многие, понимаете, зрители спрашивают, кто занимается тем или иным бизнесом, ром, а что и как. Я говорю, вот смотрите, эфир, все скажете, что непонятно спрашивать, вам все расскажут напрямую. Всяких там, а вот бабка Маврикина что-то мне рассказала. Вот, 300-190. Итак, ну, первый вопрос Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич, давайте все-таки подробнее, что это за налог, каковы основные его параметры, что такое произойдет 1 июля, окромя голосования по Конституции. Добрый день, уважаемые зрители. 1 июля у нас на территории Тверской области будет реализован новый режим, налоговый режим, это налог на профессиональный доход. Сразу хотел бы внести ясность, это не дополнительная налоговая нагрузка. Вот ваш момент. Это замена, то есть возможность выбора налогоплательщику, новый режим, если он применял, я имею в виду индивидуальных предпринимателей, либо тем нашим гражданам, которые ранее не занимались, по сути, предпринимательской деятельностью, сейчас им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя фактически можно заниматься теми видами деятельности, которые подпадают под налогообложение, налогом на профессиональный доход. По сути, это та деятельность, которая осуществляется самим гражданином, без привлечения наемных работников. Важный момент, только сам работает. Только сам, без привлечения работников по трудовым договорам. И при этом сам не является работником по отношению к какому-либо работодателю, в части этой деятельности. Именно этой, важный момент. То есть, если человек печет торты, но работает в администрации, или я не знаю где, все нормально, но если он работает на хлебокомбинате, печет торты, то, извините, это уже не считается. Если я работаю в администрации, то... Ну, это, да, да, я понимаю, конечно. Если это не конфликт интересов, не приводит. Вот, это важный момент. Да, да. Я хотел привести пример. То есть, человек работает, например, на предприятии, слесарем, например, а в свободное время он разрабатывает компьютерные программы. Сам лично, без наемных работников. И в отношении разработки и реализации вот этих продуктов либо печет торты, либо фотографом на свадьбах работает. Вот в отношении этой деятельности он может спокойно применять налог на профессиональный доход. В этом режиме заключается очень много плюсов, которые как раз отсутствовали в других существующих режимах. Об одном существенном я уже сказал, то есть не надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При этом действующие индивидуальные предприниматели могут заниматься, могут находиться на этом режиме при соблюдении определенных условий. Следующие плюсы, которые мы видим для наших граждан в части этого режима, это очень простая регистрация. Она осуществляется дистанционно через мобильное приложение. Не нужно никуда бежать. Не нужно никуда бежать. На улицу Вовжану или Октябрьский проспект. Еще один момент, который откупит людей очень часто. Уменит времени, говорят. То есть, в рамках этого режима, по сути, объединены все те, вернее, убраны все те недостатки, которые были свойственны в том числе специальным налоговым режимам, ЕНВД, упрощенной системой налогового обложения и так далее. То есть, никуда не нужно бежать, регистрируясь в мобильном приложении, которое скачивается с сайта Федеральной науковой службы. А с компьютера можно? Можно с компьютера. Не только в мобильном приложении? Да. Есть версии для компьютеров. Что еще? Не надо использовать контрольно-кассовую технику. Еще один важный момент. При этом расчеты, которые будут осуществляться через мобильное приложение, будет формироваться электронный чек, не контрольно-кассовый чек, но электронный. Испек торчило, к нему пришли, тысячу рублей протягивают купюру. Нормально это? Абсолютно. Это маленький торт, конечно. Но нормально. Пирожное. Хорошо, пирожное. В мобильном приложении забил определенные реквизиты. Есть много людей, которым не очень удобно мобильное приложение, им удобнее открыть персональный компьютер и делать все галактировать так. Да. Осуществил расчет, предусмотрел, что в отношении физического либо юридического лица он реализовал товар, работу, услугу. Соответственно, выбрал в зависимости от субъекта, кому реализовано физическое лицо, либо юрлицо, у нас разные ставки, 4% либо 6%. А что такое, давайте поясним, 4%. 4% это... Вот осмотрят люди, что это для них 4%. Это будет, по сути, доля от того дохода, который получен. То есть, с торта за 1000 рублей, с пирожного, извини, с пирожного, да, с каких тортов не бывает, говорят. Вот, с пирожного за 1000 рублей, 40 рублей он должен будет заплатить государству. Да, и все. А вы говорите и 6%? А, 6% если реализация произошла в отношении юридического лица. Да, администрация Тверской области. Ну, например. С оборотом у нас все-таки не с прибылью. С доходом. С оборотом. С оборотом, выручка. Тоже, да. В этой части. Это будет синоним. Хорошо. Вот, господа, вы не молчите, кстати говоря, у нас, как вы помните, диалог. Вот мне интересно, вот есть оценки много ли у нас вот таких вот страждущих, которые давно бы-то мечтали, смотрели на примеры других регионов, которые экспериментировали? Дальний были в Москве, там, Калупово, Тарстан, да. Вот. Господа, много у нас таких? Значит, по опыту других регионов, примерно треть от числа индивидуальных предпринимателей в регионе, которые зарегистрированы, регистрируются в качестве самозанятых в течение первого полного года реализации данной программы. Соответственно, по Тверской области мы можем ожидать, если экстраполировать ситуацию, порядка 9-10 тысяч субъектов предпринимательства, которые появятся в виде самозанятых, и при этом часть из них мигрирует с индивидуальных предпринимателей на новый специальный налоговый режим. И больше половины по опыту других регионов ранее доход данный не декларировали, то есть либо они работали без регистрации, либо таковую деятельность вообще не осуществляли. Ну и на практике за месяц активной работы по популяризации данного специального налогового режима мы видим достаточно большую востребованность. Люди ждут и даже пытаются регистрироваться в других регионах в качестве самозанятых для того, чтобы начать деятельность прямо сейчас. Я вас прерву, мои коллеги ждут, что выпустите рекламу, буквально три минуты. Дорогие телезрители, не переключайтесь, сегодня мы говорим о тех изменениях, которые скоро грядут для всех тех, кто занимается бизнесом пока тайком от государства, но теперь получит возможность легализоваться. Три минуты рекламы, потом продолжим. Так, мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим о том, что с 1 июля вводится новый налоговый режим для самозанятых граждан, поэтому те, кто нас сейчас служит, самозанятые граждане, отвлекитесь от выпиливания ногтей, выпечки тортов и прочего, там может почистки обуви кому-то, а позвоните по телефону 3190 и задавайте вопросы от гостям эфира. Вы можете напрямую узнать все, что вам интересно, все, что вы хотели узнать, но боялись нашего государства спросить. Бояться не надо, это тоже определенный выбор для людей, которые работают нелегально, это определенное голосование для них с первого числа. То есть, продолжить работать в серой зоне или выйти на свет. Из сумрака. Да, выйти из сумрака. Вот коллеги Александр Евгеньевич говорил, что удобные мобильные приложения, действительно первые 4 региона, которые тестировали по сути систему, они показывают, что даже были всплески определенной регистрации, удобные вещи. У нас в Татарстане коллега, мой коллега-уполномоченный и в общественной приемной вообще, в принципе, работали над разъяснением при помощи бюджетной поддержки. Общественная приемная была заточена на вот эту работу. Что хотел бы отметить, не везде у нас пока еще зона покрытия интернет такая устойчивая. Я бы сказал, мало где устойчивая, кроме двери. Для тех, кто телевизор смотрит, а условно в соседнем хуторе нет интернета, пока сохраняется проблема, им нужно будет, наверное, доехать до центральной усадьбы или до города, чтобы это приложение скачать. Но я бы предложил все-таки подумать, и мы, наверное, в правительство региона такое обращение направим, чтобы на первом этапе внедрения, когда система тестируется, была возможность, может, в бумажном виде обратиться с заявлением или в налоговую. Если закон пока нам такой возможности не предоставляет, хотя бы дойти, собственно, через телекоммуникации, через помощь провайдерам до каждого поселения. Потому что такая возможность, мне кажется, в отчетах она представлена в большинстве. Если будет и для жителей, то сработает лучше. К сожалению, все плюсы этого специального налогового режима, они как раз и заточены под интернет. Потому что только тогда ничего налогоплательщику фактически не надо делать. Ему не надо представлять отчетность, ему не нужно рассчитывать налог. Потому что на основании данных, которые поступили в Федеральную налоговую службу через вот это мобильное приложение, либо через программу «Мой налог», на основании этих данных самостоятельно налоговая служба рассчитает и предъявит налогоплательщику также в это мобильное приложение придет уведомление, что нужно заплатить налог в таком-то размере. То есть бухгалтеры, которые подрабатывают самозанятых, сейчас огорчатся, услышу вас, что они не нужны будут в таком случае. Коллеги, два момента. Один ментальный, что люди привыкли ходить ногами и привыкли носить в бумаге. Ну, это теперь очень старшее поколение, может, от сорока. Честно говоря, по данным наших пенсионных органов, больше десяти тысяч сдают отчетность в бумаге. Это в период пандемии вообще такая тревожная цифра. Ну да. С одной стороны. С другой стороны, все-таки, да, мы хоть и в центральной России, но интернет еще не везде устойчиво работает. Вот это вторая часть проблемы. Это важный момент, что у нас все рекламируется как интернет. По аналогии с тем, как действовали по внедрению ККТ, да, мы вот с управлением Федеральной налоговой службы серию семинаров даже выездных проводили в муниципальных образованиях, что есть вопросы, связанные с адресной системой или вообще с устойчивостью работы интернета. Вот, наверное, там задача региональных органов исполнительной власти эту проблему снимать. Чтобы все могли, вне зависимости, это в Бельском районе или там А как задача региональных? Что губернат должен вызвать наших в большую четверку, сказать, поставьте еще повышку? Мне кажется, должно быть поручение профильным министерствам, они уже с провайдерами, я думаю, сориентируются, как это сделать лучше. Ну, касаемо порядка работы с мобильным приложением, необходимо пояснить, что действительно его необходимо один раз скачать, один раз зарегистрироваться, для этого необходимо быть онлайн. Но для того, чтобы фиксировать факты хозяйственной деятельности, нет необходимости все время быть онлайн. Данные накапливаются в приложении, отгружаются в Федеральную налоговую службу, когда есть подключение к интернету. Может быть, мобильной связи нет, но часто есть проводная связь. Во всяком случае, в моем поселении именно такая ситуация. И, соответственно, необходимо минимум один раз в месяц подключиться к интернету для того, чтобы отгрузить данные на серверы Федеральной налоговой службы. И не позднее 25-го числа следующего за отчетным, опять-таки, подключиться для того, чтобы получить ту сумму исчисленного налога, который необходимо оплатить. И, соответственно, оплатить его до 25-го числа месяца следующего за отчетным. Но мы умолчали еще об одном важном плюсе. Просто плюсов много, а еще не все не решили. Да, все не успели рассказать. Соответственно, в момент регистрации самозанятые получают налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. И, соответственно, в 2020 году еще... Плюсом сейчас. Да, плюсом минимальный размер оплаты труда, то есть, 12... Больше 12 тысяч рублей на... В виде, соответственно, налогового капитала, который можно использовать в качестве скидки при оплате налогов. Вместо 4% будет начисляться 3%, вместо 6% — 4%, до тех пор, пока вот этот накопленный... Если позволите... Да, конечно, специалистов. ...поправлю. То есть, с учетом сегодняшних дней, да, вот угрозы пандемии, вот этот дополнительный налоговый капитал до конца года будет действовать таким образом, что, в принципе, налог не будет уплачиваться, пока не превысит сумму налогового капитала. То есть, 12 тысяч рублей налога, а это на минутку где-то около 300 тысяч дохода, если по ставке 4%. А важный момент, мы еще не сказали, какой доход должен быть, чтобы человек мог попасть в эту категорию. Это важный момент тоже. Общий доход за календарный год не должен превысить 2 миллионов 400 тысяч рублей. По сути, в среднем, это 200 тысяч в месяц. Чтобы я так жил, что называется. Полтора месяца нужно работать, да, по сути? Полтора-два месяца, до 300 тысяч рублей. И не думать вообще о налогах. Другой тогда есть вопрос. И все произошло хорошо, но потом человек сменил свое решение и решил перестать быть самозанятым. Здесь необходимо понимать, что это тот режим, который, в отличие, например, от ЕНВД, не предполагает необходимость снятия с учета, чтобы не платить, не нести какие-то расходы, например, на уплату страховых взносов. То есть, если ты деятельность не ведешь, соответственно, операции в мобильном приложении не регистрируются, реализации товаров, работ, услуг, то у тебя по итогам календарного месяца, то есть налогового периода, не возникает налоговая база, нет обязанности уплатить налог. А если зарегистрировался, все нормально, да, у него программа есть. Ну и тут такой произошел трагичный случай. Поймали его за оказанием этих самых услуг, но без регистрации непосредственно этой услуги в программе. Какие штрафные санкции тогда? Вопрос. То есть мы уже искусствуем. Ну, нет, нет, подождите. Я к чему это говорю? Вот у нас даже с вами были те самые экспериментальные регионы, назовем их так. Помните, была одно время волна, да? А теперь у меня все сотрудники нашего большого магазина, ну, условно говоря, становятся самозанятыми, да? Вот. Потом ее убрали, предусмотрели соответствующие законодательные шаги и так далее. Все, ситуация вроде как поправилась. Этот вопрос решили. А вот тот, который я задавал, вот как мы его будем? То есть пока никаких штрафов не предусмотрено? Я думаю, будем смотреть по ситуации, потому что, ну, первое, нужно вывести такой факт. Ну, вот я почему назвал его трагическим случаем, потому что как это может произойти? Ну, как-то может, да? Я думаю, будем смотреть и разбираться в такой ситуации. Хорошо, что нет заточенности на ответственности штрафов. Ответственность, она есть уголовная, да, за работу без регистрации. Незаконное ведение предпринимательской деятельности, она сохраняется, да. Поэтому важно дать возможность вот именно вот тот мораторий, который сейчас в период коронавируса, на проверке. Я думаю, для самозанятых тоже нужен вот тот самый мораторий, может быть, в том числе на отладку системы. Потому что ошибки, это, ну, нормальный человеческий такой фактор. Я почему спрашиваю, потому что мы вот психологический-то фактор еще не затронули, да. Люди, которых государство стремится сейчас вывести из тени на свет, они понимают, что раньше они ничего не платили. Сейчас они должны будут чего-то платить. И даже в общем человек может быть согласен с тем, чтобы отдать 40 или 60 рублей из тысячи и, как говорится, спать спокойно. Проблема в другом. Вечная российская, которая возникает в уме каждого. Сейчас нас всех поставят на учет, а завтра у нас будет не 6, а 16. Или 60. Вот. Есть такой момент, что вроде бы, что сейчас это вы подманите их всех, а потом копы, кабальные прозоны. Да, хочется иметь гарантию предпринимателю, что, ну, в данном случае человеку самозанятому, да, что вот эта индульгенция, она длится, условно говоря, 10 лет, можно не волноваться. Вот этот фактор. Это прямо прописано в законе, что данный налоговый эксперимент, ну, как назван федеральный закон, он продолжается до 28 года с неизменными в плане нельзя ухудшить положение самозанятых. То есть лиц, которые решили стать таковыми в период эксперимента, я имею в виду, в первую очередь, это нельзя повысить ставки, то есть 4,6, это все, что зафиксировано до 28 года. И нельзя понизить размер годового дохода, который позволяет быть самозанятым. То есть он может расти, он может увеличиваться, может он там через год будет там 3 миллиона и так далее. Ставки могут снижаться, а вот в большую сторону ставки и в меньшую сторону, когда вы доходите, это прямо прописано в законе, такого быть не может. Вновлений не будет. Небольшое дополнение. И вопрос. Дополнение следующее. В соответствии с федеральным законом, который был принят 8 июня, собственно, самозанятые включаются в число субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, автоматически на них распространяются все те меры поддержки, в том числе и мораторий на осуществление проверок, о котором говорил Антон Владимирович. И касаемо условий, одно из великолепных условий данного специального налогового режима заключается в том, что нет необходимости платить страховые взносы. Пенсионный фонд можно по желанию отчислять, но обязательности такого отчисления нет. Причем в структуре данного налога, из тех денег, которые самозанятые будут перечислять, часть автоматически пойдет в фонд обязательного медицинского страхования. То есть самозанятые точно будут застрахованы и будут иметь медицинскую страховку. Но у меня вопрос. До 2028 года точно так же не будет введена обязанность платить страховые взносы? Или об этом в законе ничего нет? Прямо в законе, насколько я помню, об этом не говорится. Но я думаю, что и это условие закона, оно по идее не должно меняться. С учетом того, что действительно, несомненно, ухудшит тогда состояние. Мне кажется, сама практика принятия, вы помните, что несколько раз были попытки введения этого спецрежима, и в первой итерации там нужно было платить. И мы помним, что там по стране где-то 200 предпринимателей зарегистрировалось за определенный период, очень немного. И когда вот уже позиции бизнеса, а это предлагали предприниматели в первую очередь, скажем так, решить вопрос со страховыми взносами, как раз и эксперимент показал, что работает. Но я до разговора о мерах поддержки хотел еще про риски поговорить. Руслан Тавич говорит, вот скептики говорят, ну, а зачем? Ну, 4%, а сейчас я там что-то в гараже там у себя что-то ремонтирую? Или даже нет, даже не вот этот пример, а сейчас я просто как физлицо 13%, но обложусь вычетами со всех сторон. Может, это выгоднее? Вот что таким скептикам-то можно было бы ответить? Ну, мы уже перечислили очень много плюсов, да, преимуществ. Это и не нужно быть ИП, и не нужно сдавать отчетность, и не нужно регистрировать контрольно-кассовую технику, и не нужно самостоятельно исчислять налог. При этом, ну, в ответ на то, что можно вроде как и зарегистрироваться и какие-то операции не показывать, но мы не будем забывать, что меры поддержки будут тем или иным способом способствовать тому, чтобы показывали, например, доход в банк для получения кредита. Что он покажет в доходе, который будет формироваться из мобильного приложения? Или там показать себя, что ты определенный такой субъект, который имеет определенную репутацию, доход для каких-то госзакупок, для участия. То есть, может быть, там тоже будет завязано от объема полученного дохода, то есть, оказанных услуг. Тут есть еще один момент. Многие физические лица, получающие доход, например, от сдачи квартиры в аренду собственной, они стараются наличными деньги получать, но, соответственно, не регистрируют, во-первых, данные доходы, и, как следствие, не прописывают, допустим, договор с арендатором квартиры и не урегулируют свои отношения в правовом поле. Таким образом, они экономят 13%, это, в принципе, достаточно большие деньги. Здесь они могут платить всего 4% дохода, при этом быть полностью в правовом поле с точки зрения взаимоотношений государства, но и, самое главное, и с точки зрения с контрагентами. Это и для арендатора, и для арендодателя. Коллеги, нужно понимать, что нахождение в правовом поле, оно выгодно, несомненно, для всех членов общества, но, в данном случае, для всех участников данных правоотношений, и, соответственно, можно будет уже решать вопросы официально, в установленном законном порядке, а не в ситуации с криками, вызовом скорой помощи и полиции. Ну да, это и большая проблема, на самом деле, касаемо, если сдача жилья, когда людей вдруг выселяют, а потому что договора нету, и понадобится квартира, до свидания. Нет, безусловно, сейчас, на мой взгляд, очень много арендаторов в силу тех или иных причин, либо им компенсируют расходы на найм, если это какие-то организации, которые могут себе позволить, либо сам арендатор хочет быть защищен с точки зрения того, что он внес предоплату на несколько месяцев вперед, тем самым гарантирует, что он будет проживать, и его, соответственно, заключается договор, а раз есть договор, то, соответственно, возникает риск того, что при наличии такого договора, если ты не отразишь, с точки зрения арендодателя, к тебе будут претензии, а тут всего лишь платишь 4% от полученного дохода, и при этом получаешь еще и неналоговые всякие меры поддержки. Может быть, они и для такой категории плательщиков будут тоже выгодны и интересны. Перешли, начали уж перечислять варианты. А чем вообще человек может заниматься, чтобы претендовать на вот это самозанятость? Бизнес-бизнес-рой, в конце концов? Да. А чем не может? Да. А вообще, если это быстрее, то чем не может? Да. Закрытого перечня, чем может заниматься, нет. Есть определенные ограничения и условия, при соблюдении которых можно заниматься. То есть, про размер дохода сказали 2 миллиона 400. То, что не должно быть наемных работников, и сам не должен быть наемным работником в отношении этого вида деятельности. Что касается самих видов деятельности, то из основных запретов это перепродажа товаров, то есть не собственного производства. То есть, купил помидоры, где-нибудь предприятие, которое выращивает, и сам встал на Трехсвездскую улицу с ящиком, это извините. Надо выращивать клубнику собственными руками. То есть, по сути, этот закон призван поддержать... И еще то же самое, купил в Турции или где-то неважно, то же самое, и сам стоишь, продаешь. То же самое, извините, это не про вас. Важный момент, потому что у нас зачастую бизнес понимают этим именно. Купил, продал. Это тоже бизнес. Ну, бизнес, но не само за другое. Да, но не само за другое. Я вот тоже хотел уточнить, хотя это технические детали, которые, наверное, сам очевидный ответ носят, но все-таки хотелось бы. Итак, возьмем Иванов, который работает на предприятии Икс и получает там заработную плату. С него, соответственно, перечисляют налоги. Вечером он, ну, ремонтирует автомашины, да, и еще у него получается доход и там условно 4%. Не получится так, что бухгалтерия ему скажет, ну, смотри, ты у нас работаешь, мы приплюсуем твой дополнительный приработок к 13% вычета. И второе... Не совсем понял вопрос. Бухгалтерия чего? Его основного предприятия. А как бухгалтерия будет касаться того, что он ведет деятельность, по которой он кроется? Хорошо. А тогда другой нюанс этого вопроса. Он на заводе получает, ну, условно говоря, в год 2 миллиона, да, и еще сам 2. Вот эта граница не считается плюсом. Да, каждый индивидуальный. Да, конечно. То есть он только чисто заучен в рамках осуществления деятельности облагаемой. Не общий, а только в рамках этой деятельности. Ну, вот о чем вы сказали, мне кажется, пока еще все-таки, ну, пока вот система развивается, вот, работая с самозанятыми, всегда нужно будет понимать, что есть такой риск до начисления НДФЛ в связи с признаками трудовых отношений, трудового договора. Да, вот как здесь будут развиваться события, наверное, каким образом? Вот чтобы каждый человек был уверен, да, то есть фактически мы сейчас о чем говорим, да, для того, чтобы объясняя людям, мы прекрасно знали ответы на эти вопросы. И каждый из них мог заранее, вот, искать будут заковыки какие-то, а не плюсы. Ну, плюсы, они как-то легко усваиваются. Ну, на первом этапе нам нужно все-таки донести плюсы и потом погружаться в нюансы, мне кажется. А касаемо, вот, взаимоотношений с работодателем, либо какой-то крупной организацией, которая хочет минимизировать налоги и спихнуть работу на аутсорс в виде самозанятых, есть четко прописанная формулировка, что нельзя осуществлять деятельность в интересах другой компании. То есть, например, к числу ограничений того, что делать нельзя, например, нельзя выполнять функции курьера и доставлять чужую продукцию. То есть, курьер, если я вот решу работать с курьером, это не получится? Это не относится к самозанятым. И еще ограничения, связанные с производством и реализацией подоксизных товаров. Подоксизным, маркированным. Да, это тоже, естественно, нет. Кобак, сейчас много чего приплюсовывается, это лекарства. Но вот эти попытки... Здесь как бы понятно, лекарства ты не произведешь сам. А вот маркирован, надо же сейчас шубу маркироваться. Все маркируются. А если человек собственного барана заколол, собственно, который вырастил, из него шубу из овчины, это как с этим быть? Или бабра, не важно. Если сам он, сам, сам вырастил там какое-то пушное животное, не важно. Это будет, мне кажется, не шуба, как товар. Это будет что-то... А что это будет? Тулок? Из мехового железа. Из мехового железа. Из мехового железа. Не, ну правда, на самом деле. А почему? Если человек на кутере, да, говорю, там бары, бараны, почему с них не может пошить? Потом это... Видать, на выставке народного хозяйства. Или если человек охоты промышляет, охотник, жили сушку. У нас есть эксперимент. И в случае, если массово будут вот такие случаи выявляться, когда данное ограничение будет ограничивать возможность реализации права гражданина на деятельность в качестве самозанятого, соответственно, будут носиться изменения. Пока что это не учтено. И есть с целью безопасности, прежде всего, самих потребителей услуг и продукции, есть ограничения на производство и реализацию подакцизных и маркируемых товаров. Ну, интересно, конечно, на самом деле. Это все мы перечислили, то есть основные вещи, какими нельзя заниматься. Ну, наверное, с точки зрения основных, да. То есть полное перечень тем, чем нельзя заниматься, будучи на НПД, указом в законе, статьи конкретно 4 и 6 422 закона. Это, наверное, вот основные. Плюс еще продажи недвижимого имущества, транспортных средств, безусловно, это исключается. Полезные ископаемые. Да, добыча, реализация полезных ископаемых. То есть подакцизм. Мы их недавно включили в перечень. Понимаете? Пострадавшись. Кто там у себя на участке, там, нефть, добывает. Да, Сечин сильно пострадал, наверное, конечно. Вот, ну, хорошо. А вот важный момент тоже вы сказали. При продаже автомобилей тоже, извините, это не считается. Да. Купил где-то автомобиль, ну, как вот из Японии. Та же вроде бы, что из помидора. Так что. Да, здесь прямой запрет на применение этого решения. Ну, и, в принципе, тоже здесь, наверное, какой-то есть риск. Те, кто хочет, как физлицо, может быть, функцию, он же может, да, получая доход, там, 13% выплачивать. Тоже слышал такие сентенции, что, ну, если я зарегистрируюсь, меня же могут привлечь, там, за какое-то нарушение по закону защиты прав потребителей. Ну, да, могут. Это же не только иная мера ответственности, но и все-таки иной уровень работы. Да. Ну, то есть, если торт, интересно, сам отрыванулся, правильно, например. Ну, а то уголовная ответственность все равно не уйти даже. Естественно. Если не зарегистрировался, но отравил тортиком, так что. Ну, а что, торт, на самом деле, это как раз запас. Это легко, да. И эти многие промышляют, это вообще пищевое вот это все, что... Пищевое отравление. Сейчас многие колбасы делают, консервации тоже объявлений. А вот на открыток показывают мне телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы перечислили все занятия, скажем так, которыми нельзя заниматься, или которые можно, я уже забыла. А вот репетиторство в домашних условиях, я имею в виду, знаете, что игра на музыкальных инструментах разрешена в качестве самозанятости? Да, вполне. То есть, если вы осуществляете эту деятельность самостоятельно, без наемных работников, то, соответственно, хоть на музыкальных инструментах, хоть иностранным языкам, хоть математика, русский язык, физика, что угодно. То есть, любой репетиторство тоже еще один важный момент, сейчас очень популярно. Ну, давайте вот мы можем назвать основные категории, которые, на наш взгляд, будут те виды деятельности, которые будут востребованы. Помимо тех, которые мы называли сдача жилья, здесь нужно обратить внимание, только жилые помещения попадают под НПД. То есть, неживые помещения, например, здание строения, административное, цех, офис, склад, это не будет попадать под НПД. Только квартиры, живые помещения, дома, комнаты и так далее. Репетиторство, фитнес-тренеры, кондитерские изделия. Продовольствие любого. Ну, в принципе, да. Консервы люди делают, колбасы всякие домашние тоже сейчас. Проведение каких-то мероприятий, там, свадьбы. Тоже важный момент. Да, какие-то там интеллектуальные игры. Да, вон, это и такие-то. Здесь и фотографы, и ведущие, и так далее. Да, вот и все, которые фотографы, да, тоже видеооператоры. Даже ремонт помещений, какое-то строительство, когда ты осуществляешь самолично, без наемных работников, пожалуйста. Тоже, опять-таки, важный момент. Пашив одежды. Ну, мы можем. То есть, здесь перечень, на самом деле, широкий. Посмотрим по категориям, что будет пользоваться. А что в нашем регионе, коллеги, могло бы быть востребовано? Мне бы что-то сразу... Туризм. Да, водный туризм. Сейчас люди... Экскурсоводы. Да, я именно через реки как-то... Экскурсоводы. Ну, в принципе, да. Почему нет-то? Ну, да, сейчас вот много вот это все чаще вообще распространяются такие виды бизнеса, как раз, которые мы перечислили. Ну, что же, будем надеяться тогда, что кто-то легализуется, конечно, вот из этого количества. Хотя, хотя тоже люди у нас... Вообще, как вы оценили перспективы-то? Я думаю, что перспективы у этого режима весьма-весьма хорошие. А, безусловно, текущий кризис, он повлияет. Причем, не готов сказать даже в какую сторону. Может быть, наоборот, люди посчитают возможным оформиться и заниматься таким видом деятельности с учетом тех мер поддержки, которые сейчас на 2020 год, до конца 2020 года. То есть у предпринимателей, вернее, у тех лиц, которые воспользуются этим режимом до конца 2020 года, будет дополнительно налоговый капитал, о котором мы сказали, 12 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, если они не будут использованы в этом году, переходит у нас на следующий год. За счет них также можно будет частично уплачивать налог. То есть, это средства на уплату налогов? Да, это средства на уплату налогов. Для понимания, это не то, что на карточку упадет 12 тысяч рублей, и их может быть на разу всех по открытию бизнеса, где-то в ресторане прокутите. Это средства на оплату налогов. То есть, несмотря на то, что деятельность будет легально уже вестись, налог будет начисляться, фактически затраты человека будут равняться до конца года нулю, а дальше по той схеме. То есть, частично налог будет компенсироваться, пока не выберется вся эта сумма налогового вычета. А если все-таки люди наши будут, русский мужик, знаете, хитер, как всегда, важная женщина, мухлевать. Ну, грубо говоря, человек 100 пирожных продал в правительстве Тверской области, не важно, не правительство, кому угодно, а показал, что 30, к примеру, там, как вот в этом плане. Ну, это вот, пытались подойти к этому вопросу. То есть, мы говорим о том, что... Выращать на честных. Сейчас он и 30 не показывает. Да, да, ну и сделай. Давайте, наверное, то, что нужно было сказать вначале. Это добровольный режим. Вступать в него. Вступать и выйти из него. Можно абсолютно добровольно. Надо все-таки как-то уведомить. В мобильном приложении... Все, я прекращаю деньги. Я прекращаю деньги. Не хочешь, ну, что... Коллеги, вот я выскажу свою личную точку зрения. Она заключается в том, что для государства история с самозанятыми и налогом на профессиональный доход, это история не про деньги. Несмотря на то, что, как бы, это налог. Да, по большому счету, за счет того, что часть предпринимателей, которые в настоящий момент на ИП, на ЕНВД, мигрируют в историю самозанятых, это может перекрыть, вот, снижение налогов от данной миграции, может перекрыть положительный финансовый поток от вновь регистрирующихся субъектов предпринимательской деятельности. Для государства эта история, еще раз, не про деньги, про создание единого правового поля осуществления предпринимательской деятельности. Для того, чтобы создать условия, когда в тени хуже, чем, собственно говоря, в правовом поле. Это когда доступны меры государственной поддержки, когда доступна государственная защита в случае возникновения каких-то спорных, сложных ситуаций, конфликтов. И здесь уже и объединение предпринимателей могут подключаться, и судебная система, третейские суды, все что угодно. И задачей государства в данном случае при введении данного налога создание некой правовой массовой культуры введения предпринимательской деятельности. Да, и это именно культура. Культура и правосознание, что можно работать легально, при этом практически никак не отвлекаться на все то, что связано с легальной деятельностью. Отчетность, исчисление налога и так далее. То есть, все максимально просто. Уточним тогда еще один вопрос, ответ на который очевиден, но все-таки. Итак, Иванов у нас числится безработным и получает пособие. Как только он зарегистрировался самозанятым, он безработным перестал быть. И получать пособие не будет. Правильно? По логике, да. То есть, каждый человек, который зарегистрировался, он должен отдавать себе в этом отчет. Потому что таких людей, которые и числятся там, и в то же время пытаются подработать, их тут даже достаточное количество. От этого никуда не идти. То есть, или, или. Меня в этой части волнует, знаете, вопрос с пенсионерами, потому что даже промышленные предприятия к нам обращаются. Это был следующий вопрос. Работающим пенсионерам не индексируют пенсии. У нас даже в доклад, как системная проблема была включена, но сейчас федеральное правительство разработало законопроект, что все-таки движение в сторону пенсионеров будет. Вот может ли здесь пенсионер быть самозанятым? Потому что сейчас, в принципе, такие ограничения. Ограничений таких нет. Я к тому, что им не индексируются пенсии, поэтому люди работают нелегально. Получается, сейчас система демотивирует многих. Даже ко мне директора промышленных предприятий обращаются, Тверского союза промышленников тоже, что уходят лучшие кадры, потому что они из-за этого подрабатывают, теряют пенсии. Если эта проблема будет решена по индексации, такое неравенство будет снято, законопроект такой есть, и мы предлагали, тоже писали в федеральное правительство, я думаю, многие не только смогут, скажем так, работать, но и стать самозанятыми. Ну и обратная часть маятника, молодежь, с какого возраста она может принять в этом участие? Есть ли какие-то ограничения? У нас по гражданскому законодательству полностью дееспособным лицо признается по общему правилу с 18 лет. Сейчас идут разговоры о том, чтобы и предпринимателем фактически могло стать лицо ранее 18 лет. С 16 лет во вторник было выступление. Мы пока исходим из того, что с 18 лет будут внесены изменения, плюс, в принципе, гражданский кодекс и сейчас позволяет признать еще не 18-летнее лицо полностью дееспособным. Там процедура энансипации, по-моему, из нашей войны. И с согласия родителей, либо законных представителей, можно осуществлять предпринимательскую деятельность с 14 лет. Но вот касаемо самозанятых, инициативы президента с 16 лет, я уверен, что... Да, должно быть, если ты можешь стать предпринимателем раньше 18 лет, такое же правило должно быть. Ну, естественно, оно точно будет реализовано, но пока в нормативных актах не отражено еще. Сын Евгеньевич, а вот уже касались этого вопроса. А вот человек сейчас ИП, допустим, он сейчас нас наслушается, ух ты, я тоже так хочу. Он имеет право? Безусловно. Что ему надо сделать? То есть, еще раз, самозанятые – это лица, которые не должны приобретать статус ИП, но это не исключает... Если уже приобрелся, это не дорога, а не конец для него ИП, и все. Нет, нет, это не исключает возможность для лица, который уже имеет статус ИП, стать самозанятым. При этом единственное условие, которое он должен соблюсти, это в течение месяца после того, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, сообщить в налоговый орган о том, что он прекращает быть плательщиком того налога, на НВД он находился, он нам сообщает, что все, я не плательщик НВД. Мы снимаем его с учета в качестве плательщика НВД, и он у нас остается... Ну, то есть, нельзя существовать на двух режимах одновременно. Вот какая основная мысль. А вот вопрос технического характера. Если сумма в 2 миллиона 400 тысяч рублей по году превышена, да, это значит, что та сумма, которая сверх 2,400, будет налогообложение проходить по какой ставке? Или вообще все деньги заработаны? Только превышение, и, соответственно, будет выбираться тот режим, который, ну, то есть, если посчитать налогообложение, что он упрощен к ему лучше, он заявит об этом с момента утраты права на НПД, по мере достижения вот этого предела, и, соответственно, в отношении остальной суммы. А если это физлицо, соответственно, ну, там вот он пил пироги и продал на 2 миллиона 500 тысяч? Вот, на сумму сверх 2 миллиона 400 тысяч. Ну, даст Бог, чтобы максимально большое количество людей, в общем, преодолело планку в 2,400 за год. Ну, дай Бог, конечно. Хотя тоже сейчас, сами знаете, какая ситуация в стране у нас. Будем надеяться, что сейчас кризисы выходить будем, но пока эта планка, я думаю, для многих предпринимателей самозанятых. Это пока не в нашем регионе. Еще многое будет зависеть от тех региональных мер поддержки, потому что по закону органы госвластия субъектов могут принять дополнительные меры поддержки. В том числе и самозанятых? Конечно. И вот для таких иные формы поддержки. А какие, например, могут быть поддержки? У нас есть, которые работают, которые не работают, они есть разные. Я бы предложил все-таки серьезно подумать и в этом году принять решение по, например, предоставлению бесплатно помещений. Или за коммунальные платежи. Мы, как где с коллегами из торговой промышленной палаты, часто предлагали и предлагаем, они не востребованы сейчас. И это будет настоящая имущественная поддержка. Офисные, я понимаю, что там не какие-то глобальные помещения. Второе, о чем говорят предприниматели, это могла бы помощь в виде субсидии на ЖКХ или на энерговооруженность. Была субсидия, даже был порядок разработан. Она недолго работала, она была до малого бизнеса. Но, мне кажется, это тоже, скажем так, взаимосвязанные вещи. И, может быть, на продвижение своей продукции. Вот здесь, чем регион мог бы помочь, это не только выставочная деятельность, которая присутствует. Маркетплейс, например. Проговоренности с магазинами, чтобы, допустим, если мы говорим про... Кстати, вопрос хороший. У нас сейчас будет вопрос прерву. У нас хороший вопрос сейчас в виде рекламы. Три минуты, а потом вы как раз озвучите ваш хороший вопрос. Не забудьте, пожалуйста, телезрители, дорогие, три минуты рекламы, а потом мы будем уже подводить итоги программы и озвучим хороший вопрос Владислава Шурикова. Программа «Тема дня», прямой эфир у нас. Мы сегодня говорим о том, как смогут самозанятые зарегистрироваться и уже легализоваться с 1 июля. Владислав, у вас был очень хороший вопрос. Но он, скорее, своеобразный, скажем, оптимистичный. И так у нас самозанятый произвел нечто, что мы, живя в окружении других государств, столкнулись с его поставкой за рубеж. На каких основаниях и какими правами он будет пользоваться здесь? Потому что система по экспорту, она очень сложная. И так вот он сделал. И говорит, я везу... Пошел обувь. Это маркированный... Ну, коллеги, кто добры, может... Давайте я небольшую... Телевизионный продукт, может, снял на камеру. Здесь сыграет роль ограничение в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Соответственно, поставки за рубеж, как правило, достаточно большие должны быть. Не в факт. Для того, чтобы окупить расходы на... Почему? Правда, я позвонил итальянцы снимать уникальную ширковь по ГОС. Допустим, человек съездил, снял эту деревянную церковь. Интернационально заработал. Отправил, да, все. Это, пожалуйста. То, что вы говорите, Михаил, это экономическое ограничение рентабельности. Это совсем другое. Я говорю о законодательном наличии или отсутствии такого ограничения. Отправил видео уникальной русской церкви в Италию. Что это значит? Нет, ну, а видео... Это же будет, по сути, то, что сделано на территории Российской Федерации. Здесь не будет как такового экспорта. То есть, это место реализации. Хорошо. Пасечник трудится один. Попадает туда самозанятый. Он произведет мед. Не на трудовых договорах. Нормально. Суперэлитный мед продал китайцам, которые едят всегда искусственный. И ждут, когда наш приедет. Вот как. Продал мед, имеется в виду, отправил... В Китае. В Китае. Здесь, я думаю, что будут действовать общие таможенные правила. Но здесь надо посмотреть, конечно. По законодательству никаких особенностей экспортной... Я тоже там не нахожу никаких. Но вот он, как самозанятый, будет воспринят у нас экспортной системой. Есть у меня большие сомнения, что это с первого раза. Мне трудно понять, с точки зрения таможни, что это будет, как он это оформит. Вот и мне. Здесь, наверное, люди в форме. Будут все последствия от того, какой таможенный режим это будет. Придет он на таможню, таможень не скажет. Я тебя, как самозанятого, не воспринимаю. Есть юридическое лицо. Индивидуальный предприниматель тоже не юридическое лицо. Однако же может. Короче, посылка обычная. Ну, в общем, мы будем дожить, чтобы у нас самозанятые отправляли на экспорт. Там разберемся. Они сейчас работают. Кто-то там программы пишет, сайты там делают. Программы, да. Это понятно. Ну что же, у нас осталось буквально две с половиной минуты. Итак, господа, таким образом совсем скоро наши самозанятые смогут легализоваться. Итак, еще раз, где, кто что-то сейчас не понял, могут все уточнить, еще раз задать вопрос, прочитать просто информацию. Ну, на сайте Федеральной налоговой службы разработан целый раздел. Если мне не изменяет память, видеоинструкции по регистрации со всеми ответами на... По старинке могут позвонить? Могут позвонить. Могут позвонить. На наш контактный телефон бесплатный 8 800 222 22 22. Соответственно, мы проконсультируем. Ну, и да. И на региональном уровне на сайте мойбизнес69.рф точно так же сделан раздел. Раздел в левом верхнем углу есть кнопочка про самозанятых. Там исчерпывающая информация про данный режим налогообложения. Есть видео лекция о том, как зарегистрироваться, как работать. Есть ссылки на соответствующее приложение, которое можно скачать и установить. Можно к нам прийти. Всегда можно было прийти. Проспект Победа 14. Можно позвонить к нам на горячую линию 8 800 200 ровно 11 69 36 11 69. Ну, и хаб, как бы основной, это наш сайт мойбизнес69.рф. Антон, мы, соответственно, информацию, которую дает налоговая служба, разместим в Телеграм-канале «Заступник для бизнеса 69». Ну, и теперь будем такие обращения принимать. Это же теперь и ваш, называется, клиент, и наши клиенты. И если что-то будет не так, во-первых, не надо ничего бояться, обращаться к нам и будем защищать ваши интересы. Ну, а в дополнение просто скажу, что торгово-промышленная палата проводит такие же мероприятия, да, и мы их выкладываем уже в качестве образцов. Там происходит встреча вот в схожем формате, но с федеральными органами власти. То есть, вот это вот мы тоже можем... А вот этот пасечник, пресловутый, они теперь могут вступить в вашу организацию? Да, конечно. У нас нет таких ограничений. Что нужно там быть за владельцем заводов, где-то поработать. Нет, 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 это ложное представление. У нас вообще нет какого-то ограничения по применению или по сфере деятельности. Ну что ж, дорогие телезрители, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, что совсем скоро самозанятые смогут наконец-то выйти из сумрака, легально трудиться, соответственно, получать целый ряд бонусов от этого, потому что легализоваться, значит, да, иметь возможность, что и защититься. Найти защиту вот у Антона Стамплевского от торгово-промышленной палаты. Налоговая подскажет, мой бизнес, это большой плюс. Ну, а вы сами решайте, если что, обращайтесь в вашу упомянутую организацию, вам все расскажут. Итак, это была программа «Тема дня», Роман Быков. Удачи вашему бизнесу, хорошего быстрого развития и всего хорошего. Ну и, естественно, здоровья крепкого по внешнему временам. До свидания. До свидания. До свидания.